Привет дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем приходить в Max Payne 2. Мы все так же находимся в больнице, куда наш Max попал после того, как в него выстрелила детектив, как ее там фамилия. Короче говоря, нам нужно убираться отсюда, потому что нас тут ищут и нас тут убивают. Это неплохо, по-моему, было. Так, это мы уже видели в конце предыдущей серии. Блин, давай ты посмотри, это может стать проблемой, короче говоря. Хорошо, там еще один должен быть, даже двое идут. Трое? Или таки двое? Ой, сколько вас тут елого выпало. Охереть, посмотрите, сколько трупов. Так, ладно, MP5. Было не столько сложно, сколько удивительно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь человек на меня кинулись только что. Милорд, миледи. Так, тихо, подожди. Так, ладно, живем. Меня удивляет, насколько тут мало тратится замедление при использовании. При том, что оно еще и прибавляется при убийстве врагов. И чем больше, то есть чем быстрее ты их убиваешь, тем быстрее оно, по-моему, прибавляется. Это вообще удивительно. Так, ладно, валим. Машину чистить щеку. Мало ли кто там сидит, верно? Очередной мертвый охранник. Мало ли, вдруг живой. Тогда на стройплощадке я уже был готов сдаться. Я уже не ждал никаких ответов. Никакого второго шанса. Ничего было не исправить. Я должен был расследовать дело сам. Все по-прежнему крутилось вокруг моря. Ее образ неотступно виделся мне, куда бы я ни пошел. Я пытался проследить ее путь. Блуждание заколдованной пули у нее в голове. Я не мог ее найти. Я оставил город и поехал, куда подсказала Мона. К специалисту по ответам. Особняк Альфреда Уодена вышел из того же мрачного прошлого Европы, что и внутренний круг. Мистер Пейн, я вас ждал. Все войны ведутся ради этого. Ради любви. Какова цена за голову Моны Сакс? Следующий вопрос. Ладно. Почему внутренний круг охотится за мной? Я скоро умру. Рак. Не удалось удержать власть. Произошел раскол. Изменники развязали внутри общества гражданскую войну и убивают всех несогласных. Мы перегрызли словно крысы в бочке. Винни Ганьити? Владимир Лем. Я и сам уже знал ответ. Влад соврал. Это он командовал армией уборщиков. Владимир Лем много лет был во внутреннем круге. Теперь этот отступник убьет Ганьити, а потом придет за мной, за своим бывшим учителем. Владимир Лем за всем этим стоял. Когда Влад говорил о судьбе, он хотел, чтобы я благословил свое собственное убийство. Я лишь защищался, отвечал на ходы Влада, заметал его следы. И все. Мы опять попали в клуб Рагнарек, похоже. Ну, теперь он клуб Водка, то есть. Ладно, хоть не было лайка. Давайте наведем тут шухера. Отправили в полет. Тревога! Незвленные гости! Как ты думаешь, кто это? Должен быть оттенок, киндер. Пришла же вошла. Эй, всем достать пути! Тревога! Отличный удар! И снова капитан Бейсбольная Бита избежал западни демона. Но успеет ли он спасти велосипедистку прежде, чем демон Максвелла превратит мир с ужасной? Хорошо. Да, во время первого визита тут все было, конечно, полегче. Но вообще эти враги, они не представляют серьезной опасности. По сравнению с теми Коммандоса, они, конечно, те еще сынки просто. Заходите перейти от слов. Замолчи. Видали мы уже эту рекламу пошлую. Так. Хорошо. Страйкер. Такого оружия у нас еще не было. Нам пригодится. А там что-нибудь есть? Нет, тут ничего нет. Ну, пойдемте посмотрим. Поздороваемся, как говорится. Пока что тихо. Ну, я думаю, это ненадолго. Просто все, кто тут помогли, уже выбежали туда и их перестрелял. Тихо. У нас такого расстояния явно ничего хорошего не получится из дробовика. Давай, иди сюда. Скотина засела там. Куда он делся-то? А, вот он. Страйкер хорош. Первая часть, конечно, был джек-хаммер. Ну, в принципе, чуть-чуть был поточнее, чем это оружие. Ну, тоже неплохо. Ой, блин. Еще есть? Вроде нет. А вообще, здесь все по культуре не стало, да, так? Не то, что... То, что было в первой части при сатанисте местном боссе. Боссе. Сейчас. Сейчас, остановите. Взять его! Так, еще есть кто? Вроде все, но пока. Ну, довольно просто с ними воевать. Вообще, никакой еще противники. Тем более, с таким оружием страшным, как джек-хаммер. Представьте, что этот дробовик упор творит на самом деле, да? То есть, с такой скорострельностью он врагов просто в клочья рвет. С дробовика вообще, по-моему, самое страшное ранение. То есть, конечности отрывает там. Разносят бошки в дрель-изге. А с такой скорострельностью это вообще капец какой-то. На ближних расстояниях страшнее ничего, по-моему, нет. Да что ж ты? Русская мафия. Братки. Че у него бебасах-то? Мы из засады его пулями нашпигуем. Ты слышал что-то? Так, все хорошо. Подлечимся и в бой. С калашом-то вообще всех порвем. А, вон еще. Ой. Так и знал, а? За ловушкой была. Нормально меня развели. Тихо, тихо, тихо. Вы что там, сами решили это все сделать? Раз я и не купился. Не нужно было стоять, конечно, на месте надо было маневрировать. Ну ладно. Я не мертвый, я живой. Остальное не так важно. Казалось, какой-то ящик выделяется. Но, видимо, нет. Так, хорошо. Придется нам туда наверх лезть. Или вниз. Все-таки наверх скорее. Помню, как в первой части мы тут страдали. Было довольно весело. Отлично. Так, ладно, пойдет. Жив-здоров, остальное все приложится. Так, и что, мы куда в подвал идем, что ли опять? Блин, вы еще живые, что ли? Да как это возможно? Ну, жизни я им все смею. Да, хватит, есть на меня. Все, кажется, успокоились. Ладно, мне еще ниже спускаться, видимо, туда. Давайте сохранимся. А то здоровье у нас одна голова осталась. В результате всех их поползновений. Наверняка, я знаю, где-то оптичка пропустил, ну да пофигу. Так даже интересно играть будет. М-да. М-да. Ты только догнал, что ли? А теперь продолжение сериала «Милорд» и «Милорд». 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 «Я убил своего брата». «Все пропало». «Я больше не лорд». «Стража, сядет». «Лучше мы повинуемся, Миледи». «Мама». «Хорошо, хорошо. Мой драгоценный сын, благородный лорд, мертв. Какое преступление против нашего славного имени оно не останется». «Милорд». «Милорд». «Руки прочь от нее, скоты!» «Хорошо. Страно. Отпустите ее». «Да, Миледи». «Хорошо, милая девочка. Ты обессивалась. Присядь, отдохни. Вот, выпей бокал вина. Оно вернет тебе румянец. «Благодарю вас, Миледи». «Нет, не пейте, Миледи». «Валентин». «Милорд». «Позвольте мне. Мама, я пью за упокой моего брата. Миледи, я пью за вас. Нет, сын мой, это не для тебя. Стража, остановите его. «Слишком поздно. Я уже отведал горького яда. Я умру, чтобы моя леди могла жить. Идем, докажу, что я лад. Милорд? Нет. Пожар, пожар. Милорд? Блядь, беги, беги. Живите. Живите. Мама, ты не леди. Нет, нет, сын мой. Нет. Все, закончился. По-моему, мамашу тоже Сэм Лейк играл. Офигеть. Это собачки и две феи. Уморили. Офигенная тема. Отдельный зачет локализаторам. То есть, если бы я поставил, как многие просили, английскую версию с русскими субтитрами, как вы видели, тут-то субтитров не было. Короче говоря, вот этот вот, вот эти все фильмы, они просто прошли мимо тех людей, которые не понимают английский язык. Поэтому, несмотря на определенного градуса щит-шторм, который разразился, когда я не поменял озвучку на оригинальную, я, конечно, понимаю, что оригинальная озвучка, она гораздо лучше именно в плане игры актеров. Но, тем не менее. А тут, вот, актеры вот эти вот всякие Милорд, Милледи озвучили, по-моему, даже лучше, чем в оригинале. Из-за того, заморочились по этому делу. Так, вот тут мы начинали вторую серию прохождения. Это был второй уровень. Так, хорошо. Плохо, плохо. А тут какой-то свет снизу. Может, никак туда можно попасть? Но вряд ли. Возможно, пасхалка опять какая-нибудь. Ой, а ты мне что кидаешь? Ой, ой, не надо. Еще есть кто? Вроде никого. Отлично. Он похож за этой дверью. Шо вам? Влад и Мона шли навстречу друг другу. Достаточно найти одного из них, и я найду и второго. Влад преследовал Винни. Он оставил мне карту. У вас одно новое сообщение. Влад, это я. Где ты? Ты мне нужен. Я еду на стройплощадку. Винтерсон. Я все сделаю. Раньше я уберу их обоих. Теперь у Влада на нас зуб. Разве это плохо? Разве счастье это преступление? Они не видели, как хорошо нам с тобой и с моим мальчиком. Целую. Позвони мне. Позволота осыпалась. Из-под маски появился череп. Признание Уинтерсон не освободило меня от вины. Стало даже тоскливее. Но у вас, Сувадр, была назначена встреча по вине. Да, мы, похоже, выстрелили даму сердца Владимира. Убейте их, пока они не вышли. Так, хорошо. До дома вине оставалось еще пара кварталов. Надо было спешить. Я думаю, эти пара кварталов нам такой крови дадутся. Валькирин. Все еще, несмотря на то, что сколько там лет прошло с первой части, этим говном все еще колется. Несмотря на то, что лабораторию-то Макс уже уничтожил. Один из наших въехал с улицы. Кто был за рулем? Один из наших. Им туго пришлось. Надо вытащить. Легок на помине. Ой-ой-ой. Блин, тут спины еще могут расстрелять, что ли? Да, один из наших. Въехал с улицы. Кто был за рулем? Один из наших. Им туго пришлось. Нас легок на помине. Так, хорошо. Мда. Серьезный такой, серьезный накал страстей. Да, один из наших. Въехал с улицы. Кто был за рулем? Один из наших. Им туго пришлось. Надо вытащить их оттуда. Так, сейчас сверху еще спустится, да? Зачки ВИ можно было увидеть по всему городу. Теперь они остались только в самых криминальных кварталах. В могиле этого чудовища. Ладно, хоть так. Помню-помню эти старые домики. В первой части пришлось побегать по ним. Так. Хорошо. А что я на улицу-то выходил? Что там у нас было хорошего? Ладно, пофигу. Пойдемте сюда. Ой. Тут же эти. Итальянская мафия. Всех хватает, короче говоря. Весь квартал был районом боевых действий между людьми Влада и бандитами Вини. Да. Как я и сказал, их сразу как-то можно узнать, этих итальянских мафиози, старых, пузатых. Так, куда идти? Давайте сначала сюда сходим. Кому нечего терять. Это дик судья. Отчаявшийся полицейский вне закона брелку нарушил. Его подставили на двинетную шестую руку. Эй, парень. Я в дядю к судью хочу посмотреть, а не лих мою задницу. Я и все обомнил. А? И что ты мне сделаешь, а? Из всех щелей выползли мелкие наркоторговцы в дорогих костюмах. К утру они все будут одеты в мешки для трухов. Это не судья. Убейте его. Слушание твоего дела состоится. Это такая негритянская версия Макса Пэйна. Что ты мне тут паришь, скотина? Все, Макс опустился, начал убивать мирных бомжей. Ну ладно, давайте на этом завершим, я думаю, эту серию. Сегодня меня поджимает довольно-таки по времени. Так что она получше не получше, а сколько там, 25 минут. Ну как бы там ни было, прекрасное место, по-моему, для завершения серии. Увидимся в следующей. С вами был Аштур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok